добрый день уважаемые зрители рад приветствовать вас на нашем канале с вами как всегда александр сударев и в этом видео мы поговорим о том как изменилась испытательная лаборатория совалмаш на начало 2021 года разобраться в этом нам поможет ведущий инженер компании игорь корков приятного просмотра доброго времени суток сегодня я вам расскажу что у нас нового в нашей лаборатории компании совалмаш в первую очередь наша основная стойка с оборудованием здесь у нас добавилось много нового усовершенствована ну начнем с того что стойка стоит из источника бесперебойного питания который у нас питает стойку и включая компьютер источники постоянного тока напряжения значит дальше у нас стоит высокоточный анализатор мощности два контроллера нагрузочных машин и автоматизированная система измерения температуры многоканальная которая тоже также соединена у нас с компьютером и пересылает все данные на компьютер на компьютере у нас теперь новейшая программа нашей разработки которая нам позволяет с огромной скоростью и точностью выполнять все измерения в соответствии с госту спасли с гостом последним ну и другими ты у примеру который мы можем сами сделать тут для пример вот построенные результаты уже вычислений также у нас добавилась сигнализация которая нам сигнализирует желтый что у нас лаборатория запитана и красный сигнализирует то что у нас сейчас данный момент запитан наш испытываемый двигатель но в данный момент он вращается и мы можем с ним работать чтобы проводить испытания по госту в лаборатории необходимо соблюдать требования по температуре влажности короче микроклимат для того чтобы у нас поддерживать нужную влажность у нас соответственно есть увлажнители на данный момент влажности нам хватает поэтому они не включены влажность и температуру также контролируем по поверенному прибору который воскреестре ты все эти измерения с него заноситься тоже в протокол дали у нас естественно вспомогательного оборудование для измерения сопротивления обмоток для измерения сопротивление изоляции далее ну и переходим к самим нашим стендам из изменений что у нас стало что было был у нас малый стэнд на 5 киловатт средний стенд на 10 киловатт добавился у нас это большой стоит на 70 киловатт и само Самое главное для облегчения нашей работы и ускорения всех замеров, у нас была работа по оптимизации всего этого дела. Добавлены у нас кабель-каналы с подвесами, где теперь у нас разделена силовая и измерительная часть. Также на подвесах мы можем теперь очень удобно располагать наши датчики, измерительные провода, чтобы они не мешались, не бегали под ногами. Также у нас теперь стойка есть под контроллеры. Вот здесь можно видеть разных типов контроллеров для управления двигателями, подвесы для датчиков токовых. Также у нас установлены под низкое напряжение расцепители на 36 вольт, чтобы никто не подумал, что тут все оголено и так далее. Это все не больше 36 вольт здесь. Значит, все стендовое оборудование, как у нас и было, оно расположено на тяжелых массивных опорах, столах. Сейчас у нас в работе наш большой нагрузочный стенд. На нем установлен испытываемый электродвигатель и снимаем с него параметры. Для того, чтобы нам легче было монтировать, размонтировать данные двигатели, у нас небольшой кран гидравлический расположен. У этого стенда, хоть он самый большой у нас, но он позволяет делать тестирование от небольших двигателей, ну и до самых больших. А за счет чего? За счет того, что датчики момента мы можем оперативно менять. Это тоже разработка нашей компании, и не только разработка, но и на нашем оборудовании, и на лазерном все это сделали, дополнительную оснастку. Ну и, к примеру, вот у нас датчик момента на 1000 ньютон на метр. Вот, можем на нем супермощные двигатели тестировать. В данный момент у нас установлен датчик момента на 100 ньютон на метр, на котором мы по слабее можем двигатели тестировать. И за счет того, что мы их меняем, у нас очень гибкий стенд получается. Также может быть вопрос, а как охлаждаются наши нагрузочные машины? А к нашим нагрузочным машинам подведены водяные магистрали, которые уходят в соседний цех. Там стоит чиллер, в котором наша вода нагретая, охлаждается, очищается, фильтруется и поступает снова на нагрузочные машины. В данном случае на большую и на среднюю. Все наше оборудование проходит, соответственно, аттестации и очередные поверки. И благодаря тому, что у нас самое современное оборудование, своя программа, которая учитывает все нюансы нашей лаборатории, мы можем делать тестирование наших электродвигателей с очень высокой точностью и довольно высокой скоростью. Испытательная лаборатория Сувалмаш на начало 2021 года получила дополнительные мощности, что и открывает дополнительные возможности для работы сотрудников и компании в целом. Об этом и многом другом вы сможете узнать в дальнейших наших видео, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. До новых встреч!